Мы сегодня продолжим разговор про объективную реальность. Люди-то привыкли себя видеть, представлять, осознавать, что есть некая коллективная реальность, к какой они пришли. Более того, раньше этому учили с детства в школе. Например, тот же научный коммунизм, который я еще помню, как изучала, там тоже было, что существует некий мир, куда мы пришли голые и уйдем отсюда голые. Я прошу прощения, если это перебьюсь, я каким-то образом умудрилась и в школе, и в институте. Этот научный коммунизм, вот таким каким-то, я его вообще не открывала. Да, этот мир существует вне нас, вне наших знаний о нем. Но на повестку дня, когда мы входим в психику, мы понимаем, что этот мир у каждого разный, он у каждого свой, и при этом этот человек, который создает этот мир, полностью создает у каждого свое коллективное. Да, абсолютно верно. Более того, механизм формирования коллективного, мы уже описали в книге «Парадоксальное восприятие», я понимаю, что это взрыв мозгов вообще у человека, да и у человечества глобально. Именно поэтому мы еще решаем, будем ли мы публиковать эту книгу. Но сам факт получается, что человек настолько верит во внешнее, что полностью подстраивает себя под вот это коллективное. Ключ подстраивает. Подстраивает ложь, искажение. В основе лежит ложь. И получается, что мир коллективного относительно человека, это мир кривых зеркал, это мир лжи. Мир лжи и зависимости. Это и есть предательство себя. Предательство себя. Когда человек выносит ответственность на коллективное. Предательство себя, предательство Бога в себе. И это лишение себя силы, здоровья, способностей психических. Подстраивается, уходит в зависимость, идет служение. Идет служение, да. Так о чем говорит религия? Служи, служи, кому служи. Давай разбираться, кому служить. На самом деле, если мы залазим вовнутрь человека, то мы понимаем, что человек в коллективное формирование коллективного выделяет все то, что он имеет в себе на проработку. Все то, что он не осознал. Грубо говоря, блин, тут хочется сравнить с телом, но это будет грубейшее из сравнений. Но это по факту. Но это так. Физическое тело, если взять физический уровень, вот оно есть. Оно потребляет вкусную еду. Бог ему послал. Бог ему послал еду. Назовем это так. Он ее съел вкусно. Забыл поблагодарить самого себя за то, что сам себе послал эту еду. Забыл поблагодарить. Забыл, забыл, забыл. Недоволен миром, недоволен окружающими, недоволен обстановкой. Недоволен. Служит миру, служит обстановке. Пошло. Физическое тело работает, работает, работает. И оно перерабатывает и выделяет. Выделяет. Какаху. Не любит какаху. Экскремент. Этот экскремент человек после себя должен утилизировать. Этот экскремент человек должен утилизировать. Как утилизирует экскремент человек, который он выделил в психическом мире? Никак. В физическом мире он смывает. Но есть люди, которые не смывают. Не убирают за собой. Не убирают. И когда ты, например, кроме того, когда твое тело живет, оно же еще какахи разводит вокруг себя. Загаживает дом, пространство, окружающую среду, природу и так далее. Это все из этой же области. И если ты это не убираешься с собой, не смываешь, то будет вонять, будет кака, будет грязь. Будет вонять. И ты в этот грязь будешь погружаться. И твоя окружающая коллективная реальность будет уже закаканная. Мало того, ты не убираешь, а это еще нагромождается. Да. Все, растет, растет, кучка растет. Да, кучка растет. В океанах пластиковые бутылки, уже форумы об экологии и пошли. А это все разговоры, разговоры, следующий уровень распыления. Но человек при этом не утилизирует то, что он выделил. Да. А растет что? Навозная кучка. Растет навозная гумус. Да. А навозная кучка имеет какие? Свойства. Внезапно. Загораться. Внезапно. Вспышка. Вспышка. Вспышка и пожар. И пожар. И мы тогда, вот по образу и подобию вулкана, то же самое. Ну вот смотри, в физическом теле, в психическом мире происходит ровно этот же процесс. Да. То есть человек получает из своего подсознания, с любовью, замечу, получает от сатаны, с любовью, получает сюжет на проживание. Проживи, осознай, изменись. Что делает человек? Он недоволен, он служит, он должен. Все, он все равно недоволен, все равно он будет ковыряться, он будет выносить, он недоволен. Он недоволен. Это дело проживается. Ну какая разница, ты проживешь в благодарности или в недовольстве? Это проживается. И потом, если ты прожил в неблагодарности, в недовольстве, не осознал, не вернул кусочек любви назад, то ты получаешь следующий сюжет и при этом ты закидываешь под свои зеркала этим сюжетом полностью и тебе кажется, что это бесконечно, это круг сансары, это тебе кто-то посылает, это кто-то виноват, это есть некая коллективная, которая воюет, стреляет, убивает, жадничает и так далее. И здесь можно каждую программу рассмотреть уже в отдельности, это все отдельные нитки, нитки зависимостей от коллективного. Знаете, же нитки соткал сам этот паук, который сидит внутри, который есть сам человек, который предал себя. Не паук, жук-навозник. Да, жук-навозник, на самом деле жук-навозник. Скоробей, да, как египтяне любят говорить. Скоробей, да. И благодаря, кстати, этому жуку, да, этот навозик хоть не сразу воспламеняется. Он его лапками перебирает. Навозик дышит. Но в силу того, что он увеличивается, этот навозик, то в итоге потом получается, что жук уже не может справиться и сам сгорит. И сам сгорит. Так старость наступает. Вот человек еще лет до 50, у него хоть немножко мозги работают, он что-то осознает. До 60 начинает ворчать. И теперь посмотри, мы даже в Инстаграме выкладывали, как люди в возрасте, недовольны своей жизнью, они предъявляют претензии самому себе за эту жизнь, ненавидят эту жизнь. Начинается с фраз, известные артисты, с фраз «Я ненавижу эту жизнь». Да, да. Вот, вот уже точка воспламенения на воспухне. О чем это говорит? Ты сам создал свой мир, который ты ненавидишь. И при этом имеешь все, а ты ненавидишь его. И ты ненавидишь его. И это... Что я, что внутри в человеке. Да. Это значит, что сколько в нем, извините, навоза, да? А этот же навоз, это его продукт. Это его продукт. Это продукт его жизнедеятельности. То есть творчество, создание. Вот он, творец и создатель. Ты можешь создать... Ложь, 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 ложь. Гениальное произведение, ты можешь создать гениальную архитектуру, ты можешь создать и оставить след в истории. А он шел. А ты создаешь навоз. Ложь. Навоз. Получается, что он лгал сам себе и шел за деньгами. И шел за деньгами. Играл роль. А не был в интересе, в чистом и искреннем. При этом известно. При этом известно. Ну, видишь, история говорит, что были люди, которые шли за интересом, и деньги шли за их интересом, и все. Но в какой-то момент, когда они шли в одиночку, у них наступал момент предательства. Да. Самого себя. Когда предательство самого себя. За что предал себя? За сребряный грош, да? Чаще всего так. Но и при этом на пути, когда человек шел по интересу, встречались и люди, поддерживающие. Смотри, коллективные, то есть его собственные экскременты, которые он выделил в коллективные, будем назвать это так, они его не поддержат. Но, кстати, на эту тему недавно очень хороший ролик посмотрела. Увидела просто, в точку человек говорит, когда ты стартуешь собственный бизнес, семья тебя не поддерживает, но наблюдает. Друзья, окружение, оно не то, что не поддерживает, оно тебя еще отговаривает. И лишь незнакомые люди тебе помогают, тебе могут выделить поддержку, финансирование и так далее. Но когда ты становишься богатым, успешным, этих незнакомых людей нету на тех вечеринках, которые ты оплачиваешь из заработанных денег. Там есть семья, и там есть эти люди, которые тебя не поддерживали. На самом деле всегда есть в коллективном ресурс из любви, тот, который еще сатана туда подбрасывает, который ты сам себе подбрасываешь. Знаешь, как спасительный круг, спасательный круг, что я возьму, я подтянусь, я сделаю, у меня получится. И я это делаю для себя из любви, для того, чтобы осознать, прожить и осознать, заметить вот эти моменты, заметить, найти в себе, прожить, переоценить, переосознать, перепрожить, получить опыт. И получается, что мы себе даем, кроме экскрементов, спасительные круги тоже, которыми мы можем воспользоваться. Но пользуемся ли мы ими? А смотри, парадоксальную штуку скажу. Экскременты, слово, да, навоз, короче, наш собственный. Это как агентативно, мнежно. А ведь в нем тоже, смотри, найти благодарность можно, сделав анализ. Анализ. Ты можешь понять, чем ты питаешься и что в твоем организме. То есть тоже. Изменить. А это говорит о том, что когда твоя семья, вот как ты сейчас случай приводила, что, значит, не поддерживает тебя, да, о чем это? Ведь это ближайшие твои зеркала. Это говорит о том, что в тебе много лени, лени. И тебе предлагается, это же ведь ты предлагаешь, остановись, полежи, полежи, отдохни, зачем тебе это надо? И вот здесь идет благодарность семье, проверка самого себя, благодаря им, насколько ты искренен. И ты идешь вперед, а уже дальше тебе искренен. Если ты идешь за деньгами, семья тебя не поддерживает, смотрит со стороны. А если ты идешь по интересу, то ты интересом захватываешь, и вся твоя семья идет вместе с тобой. И тогда ты становишься всей семьей, и всем тем объемом, который, твой луч интереса, он захватывает всех как в трубу. И ты просто идешь. И тогда и семья, и друзья, и знакомые, и все идут вместе с тобой. И создается тогда именно этот поток, который втягивает все, и у тебя все будет, и счастье, и любовь, и деньги. Ты просто будешь, при этом ты будешь в чистом потоке. В чистом. В чистом потоке. Потому что ты все равно будешь производить продукты жизнедеятельности, но в моменте «здесь и сейчас» ты их не будешь накапливать, а будешь убирать. А это надо научиться это делать, ухаживать за собой. Элементарно. То же самое – чистить зубы, мыть тело, расчесывать волосы и так далее. Все точно так же. Не складывай свои обиды в чемоданчик, а осознай в этот же момент, прилетела обида, блин, о чем это мне, и найди благодарность. Заверши эту штуку, почисти. Вот тебе прилетела грязь, что ты делаешь, уходишь, да, и ее, вот, блин, ругаешься, да, и вторая прилетела. А теперь ты когда помоешь. А здесь, как, опять-таки, тоже коллективное, те же искажения. Заверши. И вот человек завершает. Кому он идет завершать? Да. Он идет учиться идти завершать. Правильно, направление движения верное. Учиться. Но он приходит учиться, и ему говорят, давай с тобой расстановку сделаем. Ой, вот тот родственник, тот предок виноват в том, что ты сейчас без денег живешь. Про интерес вообще речь не идет. Человек не спрашивает, где ему интерес. Человек спрашивает, где мое предназначение. Это кто-то ему назначил в услужение. Вот она, это вот вообще. И человек спрашивает, где деньги. А другого нет. Он даже вопросом не задается. Где деньги? Я, у меня надо деньги. Я такая хорошая. Я вот все делаю. Почему меня Бог за это покарал? Давай разберемся. Давай разберемся. Я предлагаю, что кого карал. Нет, это да. А из коллективного тебе это. Давай, вот это твой предок, да. Это или в регресс. Это ты в прошлой жизни или в позапрошлой. И человека уносит. Уносит еще больше. Еще дальше от себя. Мало того, еще больше сеть. Да ладно, это хотя бы уносит подумать. А есть же когда. А ты сманипулируй. А ты сделай. А ты вот, ты ответи ему так. А ты вот так. Я когда, вот у меня был период, когда мы с тобой комментировали видео в инстаграме. Кстати, уже давно не комментировали. Когда вот просто засыпала вот этими недоумками, которые вот это все говорят. И я тогда смотрела. У меня тоже тогда был период к осознаванию этого всего. Я тогда смотрела. У меня был период, когда мне казалось, блин, это тупые люди. Они несут пургу. И у меня была на них реакция. А потом была найдена эта реакция, зачем она нужна, да. Реакция зачищена. Сейчас мне стало меньше приходить таких роликов. Намного на порядок. Но самое интересное, что когда даже сейчас они выпадают, я смотрю, понимаю, пустое. Пустое. Нет смысла уделять внимания. И внутри нет звоночка, который цепляет. Нет смысла уделять внимания. Потому что если ты уделяешь внимание так или иначе, значит в тебе что-то на эту тему резонирует. И есть что зачистить. И вот опять-таки вот этот момент, когда хотелось донести информацию. Люди, вы лжете, а вы там еще. Ну, лгите, это ваша игра. Да. Это вообще ваше дело. Да, да. И вам хорошо. Нам хорошо. Нам интересно и хорошо. И нам хорошо и интересно то, чем мы занимаемся. Сейчас мы потарошили коллективное. И вот в коллективном, на самом деле, я нахожу много интересных моментов. Даже исторические штуки у меня как-то складываются. Вот смотри. Вольф Мессинг. Вот если вспомнить историю. Вольф Мессинг. Он же во время своей жизни, у него была достаточно сложная жизнь. И жизнь артиста, хотя он понимал значительно больше. И мог значительно больше. А поддержки у него не было. Когда был поддержан Вольф Мессинг один раз, ему не на кого было опереться. Он полностью греб сам. И в тяжелые времена. А когда у него была поддержка? Когда он попал на прием к Сталину. И потом у него была концертная деятельность, когда он смог в Советской Армии подарить самолет на заработанные деньги. Отблагодарить таким образом. Он не мог же отблагодарить Сталину. Таким образом он отблагодарил. Но это была поддержка. Это была поддержка, благодаря которой Мессинг смог войти дальше в историю. Но он бы и так вошел в нее. Но она... Вот это коллективное, которое он создал в своей голове. То коллективное, когда он перестал бороться с собой. Момент принятия себя. И момент отклика в коллективном. Вот это глубинное сознание в Мессинге произвело вот этот момент такого коннекта. Поддержки самого себя. И вот аналогичную штуку, да, сделал Гитлер, если посмотреть историю. Вот, например, Гитлера все вспоминают сейчас плохим. На самом деле он проигравшая сторона и сделал много горя, причинил людям. Но есть один момент, который умалчивается, но за которые в душе где-то глубоко те же самые немцы говорят ему спасибо. Это за volkswagen. За поддержку volkswagen. Да, то есть он вошел в историю благодаря этому. Он в историю вошел как негативный персонаж, точнее, надо сказать. А вот это тот момент, который сеет свет чуть-чуть, искорку дает. Спасибо тебе за это. Благодарность дает. Да, да, да. Благодарность от людей, от коллективного. Это когда он позволил себе быть искренним. Когда он позволил себе быть искренним. Вот этот вот маленький такой искорка. Да. Как прояснение. И volkswagen, видишь, он поддержал. Так вот смотри, получается с коллективным, а volkswagen благодарность ему когда пришла уже далеко посмертно. Далеко посмертно. Далеко. А теперь смотри людей ученых. Всегда посмертно. Всегда посмертно. Причем у людей ученых тех, кто действительно искренне валил. Да, кто искренне по интересу, кто открывал те вещи, которые изменили человечество. Изменили. Глобально. Да. Глобально изменили. Я даже знаю, почему посмертно. Потому что можно растащить информацию. Потому что при жизни их поддержать было рисковано. Потому что слишком глубоко и далеко они ушли. И поэтому их лучше при жизни было зажать. А после смерти. Смотри. А ведь это создавало подсознание этого ученого. Да. Это значит у него внутри был страх. И этот страх рассеивал внимание. И зажимал его. Зажимал его. И при этом не уделял внимания поддержке самого себя. Себе. Да. То есть он валил на пролом по интересу. И получалась обратная сторона медали. Он ей не уделял внимания. Поэтому он не имел поддержки в жизни. Если бы человек уделял внимания, он бы имел поддержку в жизни. Самого себя. Да, да, да. И именно поэтому, когда посмертно, тогда очень легко исказить. И увести. И тогда на одном предложении этого ученого строится целая система наук. Как переписывалась Библия, как толковался Коран. Как, как, как. Тут можно уже дальше. На одном кусочке, да. Одну фразу вообще можно переделать. И вообще убрать оттуда всю суть. Как мы сейчас, кстати, подтверждение Библии находим в психике. Но они все перевраны. Все перевраны. Все абсолютно. И причем перевраны не один раз. То есть не так, чтобы вот в одном направлении. Нет, просто вообще в нескольких. Ой, пусть, пусть. Она с улицы, что ли, прибежала? Нет. Я ее просто мордочку мыла сегодня с утра. Трясушка. Ну, а ты отпусти, пускай она идет. Ладошка, иди. Возле костра теплее. Ясно, я поняла. Садись. Не хочет она идти, ее трясет. Садись. Она боится костра. И идет при этом к Вире. А, это она на огне. Тристина, потому что на огонь начал. Вот так, да. Ладка, лежи. Все. Вот. И тогда, если вернуться. Человек сам не поддерживает себя. Человек сам создает себе протест и осуждение. Человек сам создает себе оппозицию. Кстати, на эту тему я поставила стрим, потому что тема оппозиции, она крутейшая. Но это мы не про политику будем говорить, а мы будем говорить про то, что человек в своей жизни создает на конкуренцию, на конфликт, на борьбу с самим собой. Вот это ключ. То есть человек становится оппозиционером относительно самого себя. Марта, подожди. И это происходит автоматически, когда человек живет на автомате и считает коллективное, что это не он его создает, что оно существует где-то в какой-то общей реальности. В общей реальности есть общие декорации, потому что там тоже работает общее программное обеспечение к осознаванию в каких-то декорациях. Игровая карта. Но сознание, которое эту игровую карту осваивает и расширяет, и создает, по сути дела. Один и тот же дом мы все видим по-разному. Нету двух одинаковых домов. Мало того, кому-то нравится, а кому-то не нравится. Кому-то не нравится. И если у дома, в доме никто не живет, тот, кто удерживает его вниманием, он ветшает в течение двух лет. Так бы он стоял и рассыпается потом. Если нету хозяина, если нету того, кто убирает, чистит, наводит порядок. Да. Все по образу и подобию. Потому что дома тут же ветшают и рассыпаются. Нет хозяина. Нет хозяина. Нету внимания человеческого. Нету того, кто удерживает. И наблюдаем в коллективном. Когда нет хозяина. А у человека в теле, когда нет хозяина, он так и живет. Поэтому тело и рассыпается. А научить человека наводить чистоту в своем теле, научить чистоту наводить в своей психике. Мы, да. Да. Ты сразу вылетаешь на подмену. На подмену, чтобы даже инструментарий получить какой-то. Как ты работать будешь сам с собой. А это значит, ты сам себе не хочешь дать этот инструмент. Ты сам себе лжешь, что ты даже подменные какие-то программы обучающие находишь. Все ложь. Все ложь. Своя собственная. И мы уходим от себя все дальше и дальше. А когда мы уходим от себя, что мы делаем? Засыпаем. Гипноз. Гипноз. Но смотри, даже слово ложь в данном случае, оно не воспринимается на слух. Вот даже когда мы курс вели, мы сразу заменили это слово на искажение. Почему? Потому что человек слушает и говорит, да я себе никогда не вру, что вы чушь говорите. И идет отторжение информации. Потому что даже само слово уерженное. А когда ты говоришь искажение, искажение да. Тут я где-то лукавлю. Где-то я лукавлю. Да, да, да. И когда это видишь, скажи, вот это просто, а когда ты это все вообще быстро замечаешь. И осознаешь вообще. И ты понимаешь, что ты человеку говоришь, ну вот, истину его, настоящего, да. А человек изворачивает, и это так. Знаешь, как уж на сковородке, вот это действительно, это так. И все потому, что не может вернуться к себе. Не может. И при этом ты понимаешь, что бессмысленно ему доказывать что-то, ты замолкаешь. Знаешь, что-то человеке напоминает. Разум замолкает. Нет смысла. Нет смысла. Тогда теряется смысл. Теряется суть. Потому что в разуме нет эмоций. Разум не колеблется. Разум – это стабильный. Это, знаешь, какая система жизни. Разум – это сама жизнь как источник. Как источник. Да. Стабильный. Стабильный. Там стабильное напряжение. Как сказать, вечный источник. Вечный. А смотри, вот если мы берем магнит, да, вот магнит, мы его разделяем на две части, на я и не я. И разворачиваем одну часть к себе, к другой стороне. Да, да, да. И у нас будет, когда отталкивается, и будет, когда притягивается. И будет, когда минимальное взаимодействие. И вот в принципе человек, вот это я, не я, это как магнит, разделенный на две части. И между магнитами создается электромагнитное поле. Электромагнитное. Но оно немного тоже, это искажение получается. Смотри, когда ты берешь магнит. А еще и зеркало между ним поставить надо. И разделить, да, вот в том ты все и делал. Зеркала еще не хватает, который тоже вносит свое искажение. Вот оно, да. В полевые структуры. Вот это то, что и работает тогда. Так, что можно объяснить. Потому что если магнит разорвал, это однополюсные, они начинают вот так. То есть, казалось бы, смотри, смотри, в суть войди. Войди в суть. Был целостный, да. Ты его разделяешь. Идет отталкивание. Идет отталкивание. И лишь только повернув вот так, идет сближение. Представляешь, вот оно. И что мешает в таком случае? Искажение зеркала. Искажение зеркала. И искажение создает вот эту иллюзию, когда человек в реломлении. А надо вернуться назад и защелиться. Да, да, да. То есть, принять свою отрицательную часть. Нет, как же я положительный. Пленочкой пошло искажение. Не просто принять, а осознать и измениться. Именно. Осознать и измениться. Ключ измениться. Потому что, когда, вот опять-таки, сейчас роликов много. Смотри, ключ измениться. Да, ключ измениться. Когда вижу, там, очередной великий ум говорит, именно ум говорит, что... Ключевое, что человек уже принял свою ошибку. Он позволил себе ошибаться. Он подстроился. Сейчас такое чувство, что Инстаграм подбрасывает на ключевые твои фразы, да? Ну да. Он принял ошибку. Нет, ключевое принял ошибку, молодец. Еще измениться надо. А измениться надо, это значит, в себе надо отыскать те моменты, как ты реагируешь, те инстинкты, реакции, те эмоции и так далее. Да, принял, это не значит, что человек осознал. Зачастую подавил. Вот, я хотела сказать. Положил себе еще один камешек в свою рюкать. Уступил под служение. Да, 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 да. Опять вошел в игру. Со служения можно вылететь только в агрессию. Да, потому что ты подавляешь, подавляешь, подавляешь. А подавление оно всегда в тебе вызовет. А потом агрессором ты выходишь и... Только с агрессором можно, кстати, остановить. Можно, но когда ты неосознанно выходишь в положение агрессии, то ты ее убиваешь. То ты убиваешь. Разрушаешь. А когда ты осознанно выходишь, то ты ее строишь. Да, и опять заходишь, да. Поэтому игра эта бесконечна пока человек не осознает. Сам себя, человек сам себя запутывает в своей собственной лжи и не признается себе. Бежит, сломя голову. Нет, это ты плохой, это ты плохой, это ты плохой, это мир плохой. Ты мир мне не додал и побежал. И в момент, когда человек выходит в агрессора, когда он может сказать стоп, смотри, как проявляются люди. Вот тоже интересные моменты. Наблюдаешь, когда смотришь, мне очень нравится. Наблюдаешь, вот человек, даже вот представим, человек валил всю жизнь по интересу. Валил, у него получалось, круто получалось, но он все время служил кому-то и не осознавал вот этого служения. В какой-то момент он себе в коллективное уже набросал столько мусора, что этот мусор начал его изгонять. И он перестал уже в коллективном проявляться. А ему хочется быть заметным. Кстати, на артистах это очень сильно заметно и на известных людях. Ему хочется, и он всячески пытается удержать себя, внимание на себе коллективного. Но это же он сам себе не уделяет этого внимания. Он сам остановился в развитии, и он сам не осознает свой мусор. И он пытается методами, вот в зависимости от коллективного, он пытается это дело пробудить хоть как-то. Что он для этого устраивает? Он для этого устраивает шоу, карт-балет какой-то. То есть такие вычурные моменты, на которые обратят внимание. Посмотрите на меня, обратите на меня внимание. Да. В гробике покататься или там... Это ли, гучи. Ботиночки от гучи, еще что-нибудь. Неважно, какую херню человеку творит, да. Или там кто-то кому-то изменил и пошла. На самом деле вообще пофиг, какие ботиночки, какие гробики и какие гучи. Это вообще не имеет значения. Но человек на мгновение привлек к себе внимание коллективного. И дальше у каждого срабатывает свой механизм в зависимости от их программного обеспечения. Вот есть люди, у кого срабатывает конкретно обида, вина, вот это. Они тогда будут это жевать, как продолжение истории, например, измен. У кого-то будет продолжаться вот этот момент привлечения к себе внимания, вплоть до того, что я согласен быть голубым, да. Но только привлеките внимание. Только внимание, пожалуйста, посмотрите мне, да. Не отворачивайтесь. А у кого-то, смотри, как интересная тема, вот тоже недавно была, когда жадность, именно зависимость от денег, как она сработала. Вот моментально у человека даже реальность показала. Ты посмотри, ты посмотри. Вот ты попала в ДТП, да, ты попала в ДТП. И вместо того, чтобы к тебе проявили уважение, спросили про твое здоровье, не ты за рулем, тебя обвиняют и пытаются предъявить иски, чтобы ты компенсировала за водителя такси. За водителя. О чем это? О чем это? Это о страхе остаться без денег. Да. И потом, когда пошла следующая движуха, вот ровненько подтверждение этой темы. И вот смотришь со стороны, понимаешь, а при этом понимаешь таланты. Все таланты. Все огромные таланты. Невероятные таланты. Невероятные. И все валят по интересу. И вот смотри, они валят по интересу, и в тот момент, когда они уходят в распыление, в это гучи, в эту вот всю херню, они теряют себя. Они теряют себя, и они теряют свой жизненный ресурс. Начинается старение, начинается боление, начинаются психозы, начинаются депрессии, из которых надо вылазить. И все. И получается, ты тогда уже неосознанно заваливаешь коллективное дерьмом. И вот на сегодняшний день, смотри, наш сектовод уже ничем не отличается от этой известной журналистки, хотя талантищие, офигенные журналистки. Да. Но все это к чему? К тому, что у человека действительно есть интерес, действительно ей это интересно, она говорит, но она в какие-то моменты так проявляет свое то, чем рюкзачок. Да, вылазит этот рюкзачок и прямо ей как раз, плюх, раскрывается, а она не видит, она его захлопывает и пошла дальше в интересе, а этот рюкзачок с ней. С ней дальше. И в какой-то момент этот рюкзачок где-то чем-то еще пополнился, мы же все люди, да, где-то мы можем совершать ошибки, но при этом важно суть осознавать их. А когда не осознаем, они складываются. И потом в какой-то момент этот плюх опять, плюх раскрылся, а ты эту плюху не видишь, и опять и пошел. И насчет внимания, вот то, что мы говорили, точно так же, по образу и подобию, человек заболевает ради внимания и не осознает этого. Посмотрите, я такой бедненький, посмотрите, у меня тот заболел. И это об этом, это точно такая. Последний запрос на помощь, вот когда это вчера, не последний, но получается последние дни, когда мама пишет, у моего ребенка кишечный ковид. Да, да, да. Кишечный ковид. Кишечный ковид. Ротовирус у тебя, ротовирус. Куда ты, мамка, лезешь? Зачем ты ковид создаешь? Ты ковид создаешь, тянешь, приштамповываешь извне, извне сюда. Вот уделите внимание, ведь он же будет страдать. Как? Ротовирус это просто. Это да. Надо ковид. И надо в легкие перетянуть обязательно. Да, да, да. Обязательно, чтобы он поболел, чтобы помочь. Через жопу в легкие. Уже через жопу в легкие тянут, понимаешь? Это про мозги. Это про мозги, на самом деле это так. Да, да. Я когда читала эту просьбу о помощи. Оно очевидно. Куда тебя мамка несет? Остановись, включи разум, включи. Зачем тебе это? Нет, ей надо. Обратите внимание на меня. Куда вы свое внимание? У меня такое горе и страдание. Посмотрите, посмотрите, вот оно. Так это в тебе оно. Мамка, полечись, посмотри на себя в зеркало. Только не такое зеркало, а настоящее, искреннее. А ты его не видишь. Ты завесила, как покойникам завешивают зеркала. Вот ты так завесила свое зеркало, и ты... Покойник, кстати. Когда человек уходит в аскезу, он свои зеркала завешивает. Боже, да. Да ты что? В аскезу. Ты посмотри. Блин, завешивать, обманывая. Обманывая. Это же ведь обман. Это ложь. Обман, ложь. У меня же мурахи пошли. Смотри, это же ложь. И кто ты тогда? Покойник? Покойник. Потому что ты себя завалил говном и сидишь в навозной своей куче, спрятался где-то. В кельничке. И потом ты... И взорвет тебя. И сгораешь. Огном будешь, да. Все. Представляешь? И огнем сгораешь, и потом тебя канонизируют. Канонизируют. И ты не можешь прийти задом. Представляешь? Представляешь? Смотри, и тогда получается, канонизируют кого? Кучка. Прикинь. И потом на них еще и сваливают. Своё. Сваливают еще. Прикинь. Какие штуки. А представляешь, как душа этой бедной? Сама себя раздала. Да. Сама услужила всем. Размазалась. Продала. Вот оно, продажа души. Продажа души. Вот она. Человек продает себя. Продажа души. Продает себя. Продает свою душу. А человек под этим углом никогда не смотрит. Он смотрит так, как его научили. Посмотри. Там же. Там же святой. Мы сейчас святые темы начинаем трогать. Может, не надо? Может, не надо. Они у нас хорошо тронуты. В шестой, седьмой, восьмой книгах. Пускай они идут в печати. Кстати, книги, книги вот к этой теме коснулось. Они дают понимание того, что мы вот сейчас вырываем из контекста. И человек не понимает, о чем мы говорим. Кстати, и на ютубе зачастую пишут в комментариях, что мы не понимаем, что вы говорите. Вот послушал, а в голове ничего не осталось. Я тебе скажу, да, но при этом осталось. Я это знаю. Оно зерно истины, зерно искорки. Оно посажено в навоз. Да. И оно прорастет. Ну, понимаешь, там тоже оно может сгореть, а может прорастеть. Но вероятность есть. Но вероятность есть. То есть вероятность уже достаточно большая, что пора растет. Но это правда, что действительно не понимает. Я даже скажу, что вот моя знакомая, она тоже книги приобрела. И она перед этим, она взяла одну, первую книгу, инфодайвинг счастья. Она у нас по последовательности, она у нас, я не помню, пятая. Ну, если инфодайвинг брать, то она третья. А, то даже пятая, да. А так она пятая, да. Вот. И она начала ее читать, и она сказала, Ира, какая книга интересная. Она вот прям, она говорит, это такая интересная книга. Но есть моменты, которые я читаю, я понимаю, что я не понимаю, как для меня оно как вырвано. И вот тогда, говорит, я поняла, что мне нужны книги. И она после этого взяла первые книги. Потому что именно, она говорит, я вижу, что, вот, знаешь, как, говорит, мне отзывается внутри вот то, что я читаю, а я не могу взять, не могу взять в силу того, что где-то чувствуется упущен кусочек. Вот это об этом. А ну, знаешь, даже со временем у людей, особенно парадоксальное восприятие, я в парадоксальном восприятии, так даже пишу, какие блоки человеку так или иначе придется брать через состояние. Будет он это брать сам, будет он брать это с нашими видео, это вообще не имеет значения. Но он будет брать это через состояние, потому что уже парадоксальное восприятие, без состояния сознания, без управления, без игры на этом музыкальном инструменте, ты не сможешь просто осознать, о чем идет речь. Потому что там даже, вот ты же сама знаешь, когда приходит информация, она приходит блоком. А ты можешь в слова положить, например, какой-то кусочек, и ты просто цепочку выстраиваешь, что одно из одного вытекает. И, казалось бы, нет логики, если ты берешь умом, у ума не хватает разума. А для разума это очевидная картинка, это как слово составить из букв. Так оно ведь даже, Наташа, согласись, оно когда приходит, вот именно этот огромный объем, приходит этот объем, и ты его сразу, ты его, ты вот сразу, ты, как знаешь, я, ну вот как, я осознаю, я понимаю, это настолько логично. Но как только ты хочешь перевести на ум, то есть рассказать невозможно. Невозможно. Вот откуда руны рождались. Когда огромный объем информации цеплялся к какому-то значку или к слову попытка удержать информацию. Да, да, да. Как ключик. Как ключик. Знаешь, так, раз якорек себе, раз якорек. Потому что она блоками приходит, и с этих глубин, вот именно на прямая информация от разума, она приходит огромным объемом, и ее положить в слова крайне сложно. И даже вот эти объемы, вот даже книга сейчас, она пишется, ну сказать, что медленно, не медленно, она уже полкниги написана, она немедленно пишется. Но я понимаю, что если бы вот все эти объемы положить на слова, уже бы три книги были. Да. Но за счет того, что идет через состояние, только в определенных состояниях сознания и углубления, ты можешь понять, о чем написано. Да, да, да. И это, а на самом деле, вот все вот это сюда прийти, без этого ты не придешь к себе. К себе прийти на эту глубину, это и есть смысл бытия человека. То есть это суть. Сама суть жизни. А почему слова только? Потому что разум понимает только суть, 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 суть. А все остальное, оно идет как декорация, как оболочка. И получается, смотри, как человек живет. Человек живет в оболочке, и суть отсутствует. Науку возьми, юнга почитай, оболочка, а суть отсутствует. А теперь смотри, берем чистый лист бумаги, и суть, где будет? В рисунке. Вот они, суть, 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 и ты знаешь, что нарисовано. А если ты смотришь просто на лист бумаги... А коллективное это лист бумаги, и человек говорит, так вот я же не могу ничего на этом листе бумаги. Это же лист бумаги виноват. Да, да, да. И начинается тупая игра. Блин, это, конечно, невероятная вещь. И кроме книг, смотри, наши последние программы, которые мы ставим. И вот погружение, которое будет в понедельник. Это о чем? Мы берем очень глубинные вещи, приводим туда человека, запускаем механизм осознавания, делаем прокол. Да. И дальше у человека идет раскрытие информации. И дальше человек начинает чувствовать и видеть, что ему надо конкретно. И вот тема зависимости от коллективного, это, конечно, очень крутая тема. Она получается... Я даже поставила с индивидуальной проработкой курс на конец января. Вчера поставила. Знаешь, зачем? На конец января? А, ты на 31 января, да? Да. Вот когда вернемся, мы там... На 31 января там будет еще подкаст один, именно про оппозицию. А на 1 и 3 февраля я поставила специально зависимость. И я понимаю, человек, который будет читать и будет думать, о, там уже отработают моего там сына алкоголика или еще кого-то. Зависимость же. Вот этих вот людей на курсе не ждем. Я написала это в программе. Зависимость от коллективного, это может быть и алкогольная зависимость, это может быть и наркотическая, это может быть... На самом деле это все. Это все. Это любой вид зависимости. Но человек приходит с зависимостью. На курсе мы просто... И группа соберется, я знаю, группа... Максимальное количество участников 20 человек, поэтому эти 20 человек, это будут ровно те, кто-то разят друг друга и поднимут все, что есть в человеке плавно и постепенно. А те, кто учатся, и те, кто у нас являются стажерами, учениками и так далее, кто доучивается работать, у них будет просто офигенная возможность заметить и понять, как работать с человеком на этих глубинах. Потому что психотехническая база крайне простая, а удерживать состояние крайне сложно. И вот он парадокс. Не держишь состояние, база обесценивается и не рабочая. Держишь состояние, база эффективна, это как... И занозу выковырять из-под ногтя. Это ты, как ты сказала, яйцо взять и сделать прокольчик. Прокольчик. И внести туда. То есть смотри, чистую информацию. Как сперматозоид внедряется в яйцеклеточку. Внедряется, я это и хотела сказать. И вот оно. И другая жизнь, совсем другая жизнь. Новая. Искренне. Чистая и открытая. Субтитры создавал DimaTorzok